Приспособление для наброса раствора. Заколоченный раствор наливаем в это приспособление. Сразу заливается много раствора. И сразу на стенку. Конечно же это лучше чем брать раствор и потихонечку набрасывать таким образом. Поэтому берите на вооружение. Как его сделать? Сейчас все расскажу по порядку. Вот такое легкое устройство. Приступим к изготовлению этого устройства. Нужно канистра и лист металла. Лучше всего если он будет немножко завернут. Тогда это ребро будет более жесткое. Размечаем как будем отрезать вход. Лучше если будет снизу это отверстие. И вот так нужно будет прорезать. Не до конца прорезаем чтобы оставить здесь ребро жесткости. Вот как то так наверное чтобы ребро жесткости осталось. Ну и затем нужно будет еще разрезать вот приблизительно вот так. Чтобы потом его сложить. Все. Приступаем к порезке обыкновенным канцелярским или строительным ножом. Берем и отрезаем. Оставляя обязательно не до конца для того чтобы у нас устройство осталось достаточно жестким. Будет заливаться сюда раствор. Это 5 литровая канистра. Можно взять 3 литровую. Но у 5 литровой немножко будет больше здесь это отверстие. Что собственно в нашей ситуации это плюс. Разрезаем полностью. Начнем отсюда. Выливаем лишнее. Это канистра. Смотрим откуда начали. Это канистра от грунтовки обыкновенной. Глубокого проникновения. Так будет выглядеть наше устройство. Зачем нужно это делать? Я хочу... В принципе она может быть и вот такой. Но его же нужно переклонять. И тогда вот эта стенка будет мешать. Если я вот согну, даже если я переклоняю, не будет упираться. Теперь нужно вот здесь или сшить или я поставлю заклепки. Заклепочником у меня есть. Вы можете просто просверлить отверстие. У меня есть для этого еще заповерт. И просверлить сколько вам нужно. Если это на проволоке, то можно сделать четыре отверстия. Два здесь, два здесь. И проволочкой связать. У меня будут заклепки. Заклепка на 4 миллиметра. Это сверло, соответственно, должно быть чуть больше. На 4,2 миллиметра. Вот я здесь просверлю сначала по одному отверстию. Закреплю потом еще два. Вытаскиваю, вставляю и ставлю заклепку. В принципе, можно с той стороны поставить шайбу. Будет еще лучше. В таком случае, если шайба будет с той стороны, точно не выскочит заклепка. Потому что это все-таки пластик. При дергании он может отвалиться. Вот таким образом сверлю еще одно отверстие. И еще одна заклепка. Не буду вам показывать, какие остальные заклепки ставлю. Думаю, что на этом понятно. Чтобы укрепить, нужно желательно еще одну или две заклепки поставить. Я так обязательно сделал. Что еще? Теперь нужно определиться с шириной. Налив, когда он будет вытекать, он будет немножко еще растекаться. Поэтому он должен быть немножко шире. Я думаю, что нужно сделать вот такой ширины. Сейчас отмечу. Вот такой ширины. И вот так отрежу сейчас кусок металла. Обыкновенные ножницы по металлу. Отрезаем. Сейчас отрежу и продолжу видео. Показалось мне не эффективным резать ножницы. Металл нужно выворачивать. Я сделаю это болгаркой. Будет намного больше. Утром. Отрезаем. Обыкновенная железо. все готова заготовка теперь мне нужно точно также пристегнуть заклепками эту платформу здесь она завернута за счет этого будет здесь хорошая жесткость не будет гнуться как например с этой стороны кстати это такая толстая какая-то старая валялась и что еще нужно сделать это выход выход здесь уже нужно делать без борта без заворота нужно отрезать такое окошко с заходом аж сюда для того чтобы здесь не было такого круглого что я имею ввиду режем прямо отсюда так оставляем сбоку конечно же ребра жесткости так у нас будет теперь уже полностью все готово прикрепляю сейчас просверлю три отверстия ну наверное четыре такие причем шляпки буду ставить в середине такие круглые незаметные шляпки потому что в середине все-таки остается сильное тело тут внизу они мешать не будут и я вот таким образом получается сделаю два отверстия так и два вот так выровняю ближе к середине получается не так это важно мне кажется все намечу сейчас просверлю в металле потом приложу к пластику просверлю в пластике ни у кого проблем не возникнет просверлить таким образом сверлим 4 4 отверстия и соединяем к пластиковой к самой канистре я просверлил четыре отверстия теперь переношу их сюда на пластиковую основу должны быть они ровные нет не обязательно в принципе это тут главное чтобы совпадали не важно по центру канистры не попадают не по центру все теперь я соединяю так же я соединяю заклепками можете пойти другим путем если нет заклепочника так же самое можете по два отверстия для того чтобы проволокой в четырех местах закрепить и думаю что будет хорошо держать опять таки как я уже говорил я хочу заклепки поставить изнутри для того чтобы выглядывающие шляпки все-таки были снаружи здесь они не будут мешать а изнутри будут там будет раствор соответственно поставить заклепки не так удобно изнутри нужно тут подлазить как-то я думаю что как-то я этот вопрос решу даже если это не очень удобно так я уже пристегнул на 4 заклепки саму поверхность этой лопаты сразу хотел показать что я хочу сделать как я хочу доработать у меня было вот под таким углом пристегнута хочу немножко больше сразу сделать вот так для того чтобы можно было сильнее переклонять тогда лучше вытекает раствор и сейчас хочу сделать так чтобы когда я заклепку ставлю в вашем случае если вы проволочкой делать это вообще никаких вопросов не будет я имею ввиду как прикрепить вот так с большим здесь есть шляпка она хорошо держит а вот здесь и расширение которое идет она выскакивает иногда и на предыдущий меня выскакивал я хочу поставить сделать заклепку изнутри а с этой стороны поставлю шайбочку как сделать шайбочку взял кусочек алюминиевого листа его можно порезать прямо ножницами для того чтобы сделать шайбочки под размер я сейчас сделаю четыре отверстия и прямо на если это алюминиевая вы можете сделать и в оцинковке я для того чтобы быстрее просверлить взял алюминиевый тут можно обыкновенными ножницами порезать вот такие шайбочки этого будет достаточно для того чтобы назад заклепка через пластик не выскакивала теперь я хочу сделать как уже сказал немного больший угол вот такой был вот такой я сделаю вот так заклепку уже теперь показывать все остальное я не буду ну беру заклепку с той стороны у нас и шайба она будет и так держать достаточно крепко и не будет выскакивать но во всяком случае у меня не было ситуации когда бы выскочила шайба с этой стороны я поставлю вот такую шайбочку и теперь когда я сделаю поставлю заклепку она уже хотя бы одну можно все четыре шайбы ставить можно хотя бы это уже будет держать все теперь ставим ставим заклепку я все пристегнул заклепки поставил здесь немножко выровнял чтобы не было поотрезал лишнее единственный момент я хотел обратить ваше внимание на окно наверное не стоит сразу сделать большое окно потому что когда оно такое большое начинаешь переклонять слишком большое слишком много сразу поэтому сначала сделайте небольшое если вы увидите что малое количество выходит немножко подрезать как мне кажется это получилось у меня великовато немножко я погорячился но полевые испытания пока вот такое устройство очень удобно для того чтобы набрасывать быстро или это шпаклевка домашняя гипсовая или это штукатурка цементно-песчаная или это клей для пенопласта можно на пенопласт положить можно уже потом штукатурку сверх финишную на пенопласт на сетку на сетку армировочную для пенопласта этим устройством очень легко или намного удобнее быстрее это делать подписывайтесь на канал ставите ставьте лайк если вам понравилось до новых встреч с новым видео смотрите и другое мое видео по таким же инструментом например для установки пенопласта есть вот такое сверло я здесь в видео будет под видео будет ссылка на это как сделать сверло для того чтобы сразу устанавливать грибок сразу же с местом под грибок сделано ну а также линейка для того чтобы выравнивать пенопласт стыки когда они стыкуются неровно как быстро буквально в течение получаса сделать такую линейку что позволит вам затирать стыки пенопластовые очень быстро все это будет видео под ссылках под видео всего доброго